Может быть, в рамках нынешней секции ждут неожиданности. Называется она «Искусственная, но подлинная. IT, робототехника и искусственная». И первый наш докладчик Гмитрий Галович из Национального исследовательского Томского университета. Исследователь в союзе цифровой культуры, председатель философских наук, доцент Института искусственной культуры, старший научный сотрудник научно-образовательного центра ПАС, автор книги «Искусственная культура. Горизонт искусственной жизни», которая вышла в нынешнем году. Тема доклада «Предвкушение постсвабрового бытия, неизвержение плоти и стратегии неприятных искусственных». Пожалуйста. Вадим, спасибо большое. Очень приятно я впервые принять сферу и проект. Хотя я сотрудничаю с балтийским сериалом уже лет пять Дмитрием Булатовым лично, а теперь еще и с сибирским сериалом Государственного центра современного искусства, который открыл недавно в Томаске. В развитии тем предыдущих докладов я хочу сказать, что неожиданно для меня оказывается преемственность, в частности вокруг животных и женщин. о чем говорили о Леониде, например. Дело в том, что это одна из версий доклада. Я ее специально переделывал для этого мероприятия. Но вот более ранние версии назывались «Ленин, кони, обезьяны и женщины». И по ходу рассуждения, я думаю, вы поймете, почему такое название и почему оно трактуется в контексте низвержения плоти, как я это определил. Но обо мне сказали. Это наш замечательный исторический памятник. Главный корпус Томского университета. Это, как я с удивлением и приятно для себя узнал, роднит нас в Федеральном университете на Балтийске, потому что здесь тоже робототехники используют этого замечательного французского робота. Ну, а там даже, и это я. Немножко о контексте. Этот доклад родился в результате нашего с Дмитрием Булатовым сотрудничества при подготовке к культурной столицы Европы, точнее, одного из мероприятий культурной столицы Европы в прошлом году. Дмитрий был куратором двух больших выставок и конференций, которые назывались «Софт контрол». И он привлек меня в качестве одного из кураторов конференции. И то, что я сегодня расскажу, я как раз готовил для... изначально продумывалось в контексте этого мероприятия. Это Морибор и то, что там происходило. Прекрасное событие, его цитируют до сих пор. Мне кажется, гордость вообще для российского современного искусства, что куратор из Калининграда делал большое событие в Европе. И один из моментов, который мне представляется важным с точки зрения контекста, вот слева, это великий и ужасный стеллорк, которого я рассматриваю в качестве такого исчадия посланца или, неважно, еще кого, технологического ада, в который любит сматриваться Дмитрий Булатов. И вот с таким побочным продуктом, которого стало и мое исследование, которое я здесь представляю. Я сначала не замечал этого момента, но вот думая сегодня об этом, мне кажется, что инкарнация монаха и иезуита в качестве куратора балтийского филиала случилась именно тогда, вот в этом контакте, в этом плотном контакте с исчадием технологического ада, каким является стеллорка, о котором я скажу, светлые силы, которые присутствовали при этом, их мнение неизвестно. Вот, но результатом стало вот такое действительно новое явление в российском современном искусстве, как стратегия выглядывания ад и озарения, я бы сказал, озарения, а не свержения плоти, которая в этот момент посетила меня. И я назвал в этот момент этот переход, я бы сказал, метаболической трансгрессией. Метаболической трансгрессией. Имея в виду и метаболизм, как биологический процесс, и, любимое понятие Дмитрия Булатова, метабола, как техно-биологическая метафора. Вот, и, вот, мне кажется, этот контекст очень важен, и переход к гибридному искусству, как мне представляется, для начала можно было бы сделать через такую историческую схематизацию. Вот схематизацию я предложил сам, она, конечно, для дискуссии хороший повод, но мне представляется, что состоялось четыре этапа в развитии технологического искусства. У меня, наверное, при всем и есть какие-то свои теоретические, исторические выкладки. И вот гибридное искусство 90-х, 2000-х, оно как бы венчает, в каком-то смысле, предшествующий этап ранее технологическое искусство, термен, махой-нать, лать-скал, и так далее. Кибернетическое искусство, гигантский, совершенно малоизученный, как мне кажется, особенно в нашей традиции пласт. Цифровое искусство, ставшее мейнстримом в 90-е, и гибридное, это вот нынешний авангард, как раз вокруг которого и происходят метаболические трансгрессии. Технологическое искусство в качестве примера, это великий наш соотечественный глеф-термен, кинетические структуры махой-наде, кибернетические проекты Николая Шофера, тоже очень интересный пласт в современном искусстве, но это уже 50-60-е годы. Цифровое искусство, оно по-прежнему пытается сохраняться вне мейнстрима, то, что когда-то делал Джеффри Шоу, например, инсталляции с виртуальной реальностью, и многие другие вещи, но все-таки оно в значительной степени поглощено мейнстримом, Pixar, DreamWorks, спецэффектами в кино и так далее. Ну и какая-то основная теоретическая историко-культурная тема, которая мне интересна, это как раз то, что происходит с Digital Health, с цифровой культурой, как, с моей точки зрения, она превращается в культуру искусственной жизни, и этому посвящена как раз моя книженция, которую я с удовольствием поставляю к философскому факультету, вот, и надеюсь, что она пригодится, ну или, по крайней мере, будет интересно моим коллегам в Калининграде. Гибридное искусство в качестве такой затравки и иллюстрации можно привести пример призера с фестиваля с электроники 11-го года, Марион Бабаль-Жанте, да прибудет конь во мне, инсталляция, перформанс, извините, к которому художница после долгой подготовки вводит себе сыворотку лошадиной крови и вступает в такой достаточно близкий физиологический контакт, но вне сексуального контекста с животным. Это, как она описывает свой опыт, говорит о том, что она пережила некое биологическое и одновременно эмоциональное единение с братом по крови, с биологическим братом по крови, который не вербализуется и не превращается в какой-то дискурсивно знакомый, понятный нам человеческий опыт, и вот в контексте женщин и лошадей мне представляется это достаточно важной такой затравкой. К тому же мы с вами можем говорить о гибридах, если здесь есть медиа-археологи, то с точки зрения медиа-археологических топосов, как говорит Эргий Кутама, гибрид это старая тема, старая, здесь такая кентабресса, гибридесса, и снова мы видим с вами тему женщин и лошадей, развитую вот таким интересным способом. Ну или может быть вот так, это я взял просто плавство дизайнеров, которые пытаются представить себе гибридные биологические формы. Образ оборотня, извините, это уже такой старый образ гибрида, здесь он представлен на примере средневековой гравюры, но это такой гибрид динамический, туда-сюда, туда-сюда, то есть у него нет статической гибридной формы. Ну или вот, например, известный персонаж Федор Никищев, человек-собака, красавец из разряда гибридных оборотней. Как мы можем плаковать гибрид? С одной стороны, в историю в геологическом смысле это есть торжество, синтеза различных типов живой материи организмов, в частности, в виде индивидуальных организмов. С другой стороны, гибрид очень важный полезный метафор, который очень активно использует последние десятилетия в статической теории. И мы можем предположить, что уникальность и продуктивность стратегии гибридизации как раз и заключаются в том, что в гибрид есть единство концепции синтеза и самой синтетической структуры, своего рода софт, который под себя собирает свой харт. Я не случайно привел здесь фотографию Марк Люринг, потому что Марк Люринг один из тех, кто в теории обосновал гибридизацию как логику развития медиа-технологий. И, кроме всего прочего, я еще разбираюсь на Марк Люринг в той части, которая называется искусство системой раннего обнаружения того, что с нами будет дальше. В строгом смысле авангарда, то есть бежание впереди. И это легко показать не только на авангарде начала 20-го века, но, например, на технологическом авангарде 60-х годов, как художники на самом деле являются такими расширителями границ, одновременно и в то же время радарами, благодаря которым мы входим в нечто новое. Кроме Марк Люринг, мы, конечно, можем здесь вспомнить, ну, например, футуристов, когда Маринетти описывает человека на мотоцикле, он рассуждает в практических терминах гибридизации. Мы можем вспомнить Дону Харуэ и ее теорию гибридов, такой левой, левая теория, очень влиятельная. Ну, либо, допустим, гибрбанк, которым тоже этот мотив является основным, вдохновляет многим до сих пор. Ну, я предлагаю посмотреть на стратегии гибридизации немножко с другой стороны и взять в качестве такого предшественника истинного, наверное, научного большевика, создателя-экспериментатора с биологическими гибридами Юй Ивановича Иванова, наверное, известного персонажа, который вошел в истории как поводник искусственного оплодотворения скота, экспериментатор с помесями животных и пионер скрещивания людей и обезьян. Этот профессор интеллигент сумел ввозить в вызов основы мироздания, природе, науке, господствующей морали, и сделает это как настоящий ученый последовательно и фанатично. Из его биографии можно узнать такие забавные факты, например, то, что он основатель российского фонезаводства. Он достаточно смело и эффективно вмешался, его поддерживало в Министерство сельского хозяйства, процесс эволюции. То есть, что такое искусственное оплодотворение в кулинезаводстве, это отбор лучших особей, совершенствование бороды за счет искусственного вмешательства человека. Ну, мягко назовем это, такой первый эксперимент по коэволюции, такой насильственный. Ну и, кстати говоря, Россия была в этом первой, потому что европейские страны последовали за Россией позже в этом направлении. Благодаря его успеху, он получил определенные возможности по экспериментированию с другими животными. Известно, что его посещали, его в лаборатории, в заповеднике посещали известные на тот момент ученые, представляющие физику и химию. Он был таким, в каком смысле, символом того, что может современная модернистская наука. И до революции, и для всеобщего удивления после революции. И об этом стоит сказать отдельно, но в качестве такого дополнения я бы хотел сказать, что это он же Филипп Филиппович, потому что вроде бы как все, что делает профессор Преображенский, списано с двух людей, с Иванова и с Сергея Воронова, с которым также Иванов имел дело. Если помните, профессор Преображенский занимается гибридами людей и собак, пересадкой фрагментов мозга. А своих пациентов он лечит с помощью, помните, там он барышня одной обещает пересадить яичники и обезьян. Это как раз практически прямая цитата того, что делал Воронов и в какую сторону пытался работать Иванов. Так вот, что интересно в судьбе Иванова? Судьбе Иванова интересно. В 20-е годы во время таких тяжелых политических, социальных и экономических преобразований Иванов получает кучу денег, чтобы поехать сначала в Париж, а потом в Гвенею, вылавливать обезьян и экспериментировать по скрещиванию обезьян и женщин. Ну, представляете, да? Странная такая ситуация. Так вот, мотив, ледь мотив этого путешествия заключался в том, что вроде бы благодаря Сергею Ворону, который в то время очень активно практиковал и написал, кстати, он, наш соотечественник, но уехал и возвращаться в Россию не хотел. Он написал такую замечательную книжку про жизнь, в которой он утверждал, что смерть, причина смерти – это сложность организма. И мы умираем, потому что нам не хватает энергии эту сложность поддерживать. Где взять энергию? И он сделал вывод, что причина в железах, которые вырабатывают гормоны, влияющие на размножение. Ну, и, соответственно, он просто яичники пересаживал от обезьянных людей. У него был шикарный бизнес в Ницце, прекрасные… Вроде бы все подтверждалось. Потом, правда, его объявили в лженаучности, выгнали из Голи-Жде-Франс и про него не вспоминали. Но тогда стремительно стареющее руководство большевиков хотело, хотело, хотело долго жить и закончить реформу. Поэтому Иванов, естественно, был единственным вменяемым претендентом, Воронов возвращаться не хотел, и Иванова отправили к Ворону, он сделал с ним несколько операций, вместе с обезьянами там разобрался, как что, и поехал ловить обезьяну. И мне кажется, что здесь очень важный такой модернистский сюжет происходит, потому что мне представляется, что на самом деле в повести Булгакова большевиком является не Швондер и не новорожденный полиграф-полиграфович. Большевиком является профессор Преображенский. Он – настоящее воплощение торжества материальной науки. Он – настоящее воплощение для образователя жизни. Несмотря на то, что он в таком образе буржуазного доктора прячется, по своим мотивам и, так сказать, позиции в быту, и он – настоящий большевик. И поэтому его последователи художников я и называю художники-большевики. Большевик, который совершает низвержение плотики. В этом такая вот махровая модернистская научная установка. И Иванов в своей деятельности, в своей судьбе последовательно ее воплощает, потому что он был готов закрыть глаза вообще на любые моральные ограничения того, что он делает. Как сейчас, допустим, венчурные дельцы полностью готовы игнорировать любые аспекты нравственности и какой-то там кодифицированной морали, связанные со стволовыми клетками. Это сделать очень просто – построить лабораторию в нейтральных воздух и производить там кого хочет. Потому что в большинстве государств есть этические ограничения, есть эти эксперименты. Ну и что? Вот они – настоящие большевики. Большевики хотели мир преобразовать. Преображенский тоже. Ну, про молодость там еще поговорим. Еще более привлекательный сюжет. Вот. И по кругу, значит, путешествовал Иванов в французской колонии в Гвинеи, наловил там шимпанзе. Это было все очень драматично. Они не ожидали, что так трудно ловить обезьян, а потом их склонять, так сказать, к гибридизации. Вот. Его опыт остановила, вроде как, исторический опыт остановила в колониальное начальство и французская пресса. Причем, когда уже Иванов в госпитале договорился, что анонимно, женщины вообще не должны были это знать, которые лежали в госпитале. Что он их будет оплодотворять, как санцов шимпанзе, то есть все с врачами, ну и все нормально. Какие там вопросы моральные? Никакие. Он хотел получить вот то, что хотел. Как только этот процесс почти пошел, у французской прессы написали, что красные в Африке экспериментируют с созданием новой породы человека, человека труда. Вот это настоящий трансплуманизм, потому что был еще институт труда, очень известная организация с потрясающими амбициями. И что вот этот обезьяна-человек, это новый солдат красный, это новый труженик красный. Вообще мы не должны брать этому всем в уход. Вот. Иванова оттуда выселили. Но зато он уловил обезьян и повез и отправил пароходом в Россию. И дальше со свойственной ему высокоморальной модернистской позицией, поскольку эксперименты о Ленин, Ленин уже ушел. Все. Ленина уже нет. Но есть другие апологеты, как вы знаете, и они набирали вес в 20-30-х годах советской власти. И ему дают, отдельно создают питомник на юге в Краснодарском крае, где он поступает к еще более таким сомнительным с цитической точки зрения вещам. Он бросает клич по местным жителям, приглашая желающих женщин поучаствовать в эксперименте, как он лошадей, так сказать, усовершенствовал. И что удивительно, факты говорят о том, что Илья Иванов собрал волонтерок на этот потрясающий элемент, на последний момент вздох. После чего Иванова все срывается, то есть молодости не видать красным командирам стареющим. После этого его арестовывают, отправляют в церковь, потом освобождают. И он уходит из жизни, все документы засекречены, потом архив был открыт, его можно какие-то документы посмотреть. Очень любопытные по своему вот этому большевистскому цене. Ну а большевики-материалисты и Иванов-материалисты. То есть вот это низвержение плоти, так сказать, до того будет преобразуемого материала он совершает последовательно и уверенно. Воронов был прекрасным бизнесменом, но Воронов как хирург-трансплантолог использовал другую технологию. Он не скрещивал, а трансплантировал одни элементы организма в другую организм. И вот сравнивая то, что они делали, мы с вами можем выделить несколько моментов, таких стратегических, которых я хотел дальше сказать. Но прежде всего мне кажется, что вот эта тема низвержения плоти и ее пренебрежения, она объединяет очень многих. Этот список, он не закончен, и вы можете его закончить сами, но компания уже неплохая получается. Тут и христиане, которые, как вы знаете, да, особенно некоторые направления в христианстве. Тут и большевики, о которых мы сказали. Трансплуманисты, большие любители низвержения плоти в пользу некой новой постплотной, постплотской и, естественно, лишенной всех половых ограничений плоти структуры. Вот так вот, возвращаясь к стратегиям, значит, что мы видим? Мы видим структурную модификацию организма, да, то есть как воронов изменить внутренние элементы. Мы видим использование естественного процесса размножения, либо скрещиванием, либо переноса отдельных органов. Мы видим обретение свойств родительских организмов, и в частности наследование энергетической системы, что важно для уоронов. То есть он как бы батарейки меняет, да, за счет яичников, и все, у тебя проснулись новые силы. Вот. И последний пункт, который меня очень интересует, это вопрос, получая от того, что получилось, что это за новая индивидуальность такая. Мы можем ее рассматривать как некий новый тип чего-то, питающего свою собственную индивидуальность, о чем мы сегодня тоже уже говорили. Насколько все эти эксперименты нас приводят не к диссоциации, да, не к растаскиванию организма, индивидуальности, а к формированию некой новой. Ну и вот давайте посмотрим, что говорят художники-большевики. И в этой связи я хотел бы прорекламировать мероприятие, наверное, о котором сегодня уже все слышали, но все-таки балтийский филиал проводит замечательную выставку на основе видеопоказов на своем выставочном пространстве. И часть материала, о котором я буду говорить, там представлена в виде отдельных фильмов, интересующиеся, могут просто посмотреть и подбираться с использованием художественного материала. Итак, гибриды и архитектура тела. И стелок, о котором я уже сказал, его знаменитая работа в ухо-на-руке, демонстрирует нам вот такую практически буквальную гибридизацию, причем стелок использует трансплантологическую технологию, которая совершила революцию в трансплантологии и создание новых органов, в особенности пластической хирургии. Он, как и воронов, пересаживает и прививает новый орган, но этот орган имеет для него и формальное, пластическое, и функциональное значение. То есть плановый стелок сделать этот орган в чисто трансгуманистическом, но ироничном смысле связью через Wi-Fi или Bluetooth с другими устройствами и возможностями передачи данных через ухо. Он, конечно, иронизирует, но при этом мы должны с вами обратить внимание на то, что ухо вставлено туда, где его специально, оно такое выпуклое, это альтернативная архитектура, которая бросается в глаза, она лезет везде, она не прячется, все ходят, трогают у него, это ухо там теребят его, и он его любит везде показывать. То есть это как бы такой вызывающий, провокационный жест, который демонстрирует, что все это чуждо изначально, чуждо и иногорно для исходного тела, но одновременно демонстрирует возможности того, что стелок называет альтернативную архитектуру тела. То есть грубо говоря, со своим телом можем поступать как угодно, функционально, нефункционально, полезно, бесполезно, вплоть преобразуемо не только хаотически в каких-то неприятных ситуациях, но и специально как элемент художественного высказывания. При этом очень интересный момент связан с тем, насколько мы теперь имеем дело с новым телом, насколько такая модификация тела представляет из себя новую индивидуальность, насколько расширение его перцептивных возможностей, в перспективе, говорит нам о том, что перед нами некий другой человеческий, уникальный человеческий образец. Кроме того, мы видим, что в такой гибридности соединяется биологическая форма и культурно-технологическая, расширяется на уровне ткани и в конечном итоге выходит из-за пределы мышцы, кожи и привычной биологической структуры тела. Стабильна ли такая индивидуальность? Или это псевдоиндивидуальность с открытыми границами? Можно ли создать гибридное... Если можно создать гибридное тело с ухом на руке, то вероятно, такая гибридизация может продолжаться на разных частях тела, органах и тканях, в зависимости от нашей с вами фантазии, прихоти или прихоти тех, кто это хотел бы с нами произвести. Например, в нейроэкономике неплохо было бы соединить наше тело таким образом с нейроэкономической поставкой разнообразной. Например, рассчитываться сразу через нашу голову, пропускать вас с расчетом по картам, например, было бы неплохо. И вот как раз Пудонят нам это и показывает. Да, в общем, а почему бы и нет. Еще один интересный сюжет. Давайте посмотрим на стелок. Один наш хороший Дмитрий товарищ, лидер симбиотики Орен Кэтс, все время говорит, что вы не понимаете стелок. Стелок это не про уши и не про тело, и даже не про гибрид. Стелок это про боль. Про боль и то, как можно боль трансгрессировать, превратить другой опыт. Почему бы и нет, но тогда как-то слишком-то реально выглядит про боль. Вот еще один неприменный проект. Более ранний, третий рука. Кстати говоря, он здесь выступил как совершенно передовой инженер, потому что таким экзоскелетом и протезом, подключаемым к определенным местам мегонервных окончаний, пришли значительно позже, в особенности медицины. А вот еще одна стратегия гибридизации. То есть там мы имеем дело с альтернативной архитектурой тела, а здесь мы имеем дело с техно-биотварями. Вот я придумал такое слово, если оно не очень нравится. Но некоторым нравится. Прям у меня эти последователи, которые в техно-биотваре везде. Ну, последователи, как обычно. Просто слово нравится. И это Гайби Нори, симбиотика, Фил Гемблин. Еще несколько человек участвовали в этом проекте. Очень известный полуживой художник. Почему я называю это техно-биотваре? Потому что в основе соединения технологической системы робота технического оборудования, которое рисует, и живой ткани. Это крысиные нейроны, выращенные в лаборатории. Они сидят на электронной подложке, взаимодействуют с роботом. Вы роботу показываете в камеру картинку, он передает ее на нейроны, нейроны возбуждаются, начинают активировать робота, и робот рисует. В Москве ему показывали черный квадрат, он нарисовал. Черный квадрат. Ему было в этом виноват. Симбиотика – это настоящее такое могучее сотрудничество художников и ученых. Одна из, наверное, самых ярких страниц в истории двухтысячных. И именно они предложили концепцию полуживых. То есть мы не можем сказать, что это нечто... Хотя, честно говоря, life science и разные ее направления не скажут вам, что такое жизнь, потому что некоторые формы непонятны, живые или неживые. И вообще, где жизнь запячивается, где начинается, тоже совершенно непонятно. Ну а тут они придумали такой хитрый, художественный ход полуживый. Часть живое – это нейроны. Часть технологическая, вся перцептивная система, технологическая. Ну и вот тут, конечно, снова возникает вопрос. Это что, это некоторая индивидуальность особая? Обладает ли она сознанием? Ну, поскольку нейрон есть, физикалисты должны сразу сказать, что ну как, мозги есть, значит, там уже что-то происходит, а плоть, а как плоть оказывается необязательной, да, она может быть технологически воплощена. И здесь нет индивидуального организма. Вот в чем особенность стратегии такой гипернизации. То есть если там у стерка есть организм полноценный, то здесь его нет. Здесь просто ткани и технологии соединенные, это не в способ. Вот этих полуживых, мне кажется, и приятно назвать техно-биотвальными. Это близко к тому, что делало волнов стратегически. То есть это не пересаживание там уха на руку, да, а это полноценное скрещивание уже осъезжов, да, нейронов и робота руки. И в творчестве симбиотики, и отдельных ее представителей это по-прежнему главная тенденция, я еще об этом немножко скажу. Следующий, следующая стратегия, это вот он черный квадрат как раз рисует, прекрасная работа. Следующий пример, ну, наверное, вы знаете, это проект Эдуарда Гасса под названием «Петуния». Он спестил петунию, точнее, в цветок петунии ввел свой ген. Этот ген проявился в цветке в качестве, я как раз это прожил, назвал это красивым словом Эдуарда Гасса, совместился и показал, что теперь это его цветок родственник. Он его так как родственник и выставляет везде, по всему любому, сближение, такой вот. Но это уже без каких-то внешних технологических объектов, это такая биотварь без особого техно, исключительно только документированные технологии внедрения элементов в генетический плод. Вот он поливает, заботится о родственникам, очень трогательная история, хотя злоязызыки говорят, что Эдуарда Гасса вообще как известный нам Дэми Хёрст, сам ничего не делает, за него работает банка лаборантов, в общем, но это по большому счету и не важно. Вот такая красота получается, новый бит. Промышленный гибрид, следующая стратегия, это низвержение плоди за счет превращения биологических тканей в нечто производительное, такой марксистский взгляд на вещи. Мне кажется, это Джо Дэвис, который очень любит Дмитрий Булатов и который действительно, видимо, является таким не просто художником, инноватором, а он какой-то такой суперсамобытный гений-изобретатель из этого отряда. Потому что в своей работе, добывая огонь, он приходит, по сути дела, к тому, что можно использовать бактерии в качестве бесконечного источника энергии, этим самым преодолеть бесконечного, потому что они живут и воспроизводятся, и с помощью этого можно преодолеть все существующие биологические проблемы вокруг выбросов публики, слова газа, вокруг переработки земных негатив, метод и так далее. Бактерии вокруг нас тоже, бактерия производит микрофон, сигнал, там в ноутбуке размножаются граждане, которые, ну, я нутрирую, конечно, но, в принципе, биологический материал превращается в промышленную генератор, да, в систему производства. Это как у ворона. Ворон уже яичники пересаживает не просто для того, чтобы скрестить обезьян с человека, ворона пересаживает яичники как батарейки, и Джо Дэвис берет биологический материал и делает из него батарейку. Ну, здесь еще один пример, получивший престижную преминацию электроники, который он болен. Этот фильм есть на выставке у Дмитрия, и история о том, как талантливый дизайнер изменил метаболизм голубям, и теперь эти голуби производят полезные вещества, не испорожняются мылом на городские пространства, тем самым, так сказать, внося свой вклад в коммунальное хозяйство. Ну, это вот код, который он использовал. Причем, ну, Турван Болин, не надо думать, что он такой циничный. Я делал доклад на эту тему, и одна профессора сказала, ну, как же так голуби, такие красивые птицы, вы заставляете вот делать такие вещи. А Турван Болин хочет сказать, что вот к чему все идет, потому что он взял этот штамп из открытой библиотеки синтетических биологов, разобрался, как это все делается. То есть это вот на раз. Но у него есть performance, можете посмотреть, как он генетически мутирует йогурт, просто за 30 минут, даже быстрее, перед публикой он выходит, и делает мутацию, показывает, что вот это все дует-реселф. Это уже не сказки, не кофейни. Это уже не проспекты, не прожекты, это уже существующая технологическая реализация. Он ее использует таким образом в качестве критического высказывания, а не в качестве пропаганды коммунального хозяйства. Ну, поскольку у меня время остается совсем мало, я еще хотел бы рассказать о работе, ну, может быть, Дмитрий больше про него расскажет. Я тогда про его новый проект расскажу, Гая Бейнари и Хилл Гэмблин под названием «Селф». Обратите внимание, как это написано, да? То есть это как клетка, но когда вы читаете, то получается «Селф». Это портрет, который он делает на основе вот чего, на основе перепрограммирования стволовых клеток. И это уже другая стратегия, в которой он берет геопсию своей собственной кожи, потом из этих клеток выращивает. Это, кстати, технология, получившая Нобелевскую премию в 2015 году. Выращивает стволовые, перепатентные. Из этих стволовых получает нейроны. Но в предыдущей работе он взял из клеток крайней плоти и вырастил нейроны, посадив их вот в такой забавный мозг. Вот он там сидит, этот мозг, сделанный из крайней плоти. А это будет работа, в которой Гая Бейнари хочет соединить свои нейроны с робототехнической структурой, подобной роботохудожнику. И посмотреть, как эта полуживая технобиотварь будет взаимодействовать сначала с художником, с публикой, а потом в перспективе создания второго робота, который будет на нейронной сети, на программировании сделан. И как эти две технобиотвари будут вместе жить. Одна на нейронке, другая на нейронах. Но уже поскольку это его нейроны, то есть грубо говоря, почему это self, потому что, ну, вроде бы с физикалистской точки зрения, это кусок Гая Бейнари, кусок его мозга, пересаженный в технобиотварь. Там еще, естественно, участвовали его давние партнеры из Соединенных Штатов нейрофизиолог Стив Холтер, который как раз разрабатывал эту связь между нейронами и электродами. Вот как выглядят ткани. Вот здесь как раз происходит процесс преобразования клеток кожи в стволовые клетки. А это биопсия, а это уже нейроны. Вот они активируются. Вы видите там сигналы, они живут, прекрасно себя чувствуют. Этот проект уже имеет какую-то трагическую немножко историю, потому что Гая Бейнари пересылал замороженные нейроны, первую партию из Испании и в Австралию, и они сдохли. И теперь он очень не любит почтовую компанию, которая это делала. То есть этот драматизм, нарратив, развивается. Проект трагичности в этой истории. Это автор технологии Японии, с получившим Нобелевскую премию. Ну и еще один предмет промышленных гибридов. Проект, который тоже представлен на выставке, это британские экологические дизайнеры УАЗО и ОГЕР. Это гробы, перерабатывающие биомассу в электричество. Ну а дальше проект называется «Жизнь после смерти». И таким образом в материальном воплощении в виде электричества человек продолжает существовать в батарейках. А батарейки можно использовать в самых разных вещах. В фонариках, в вибраторах. Это вот ребята. Но они тоже, они критические дизайнеры. То есть некоторые очень буквально воспринимают эти работы, как будто это правда, вот срочно надо в бизнес не для этого. Но не буквально всех воспринимает. Дмитрий Балатов, который расскажет о своей прекрасной идее применения этой технологии в России. Я не буду в ней сказать, потому что это авторская вещь. Вот. Ну и завершая, я не помню, зачем я эту свадьбу оставил, честно, потому что мне показалось, что он нужен в качестве завершения. Чего-то не хватает, чего-то не хватает Ленина, или лошадей, или еще чего-то. Я бы хотел закручивать вот такой, на такой, наверное, патетической ноте. О том, что, в общем, в любом случае, да, я понял, зачем я поставил войну. За тем, что в большинстве случаев подобные стратегии с технологиями, как бы мы ни пытались сделать их какими-то философскими и нейтральными, они, конечно же, приходят к сложным политическим контекстам. И промышленные гибрибы, и технопия 2, и творчество Иванова. И даже Стиллер, мне кажется, несмотря на то, что он совершенно не политический персонаж, на самом деле, в том контексте, в котором мы рассматриваем, как в характере гибридной искусств неминуемо упирается вот в этот такой странный сюжет, что вот оно нас там где-то за углом ждет. где-то вот обязательно нас встретит, как мы сегодня и видели в начале конференции, когда открывались вместе с визитом Патриарха, Федеральной службы охраны, которая блокировала все подступы. Несмотря ни на что, так сказать, этот контекст всегда рядом. С чем я вас, собственно, и поздравляю, нас всех. Ну и на чем хотел бы закончить свое выступление. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...